с вами канал топ хайп и без долгих вступлений в этом выпуске мы покажем вам 50 самых необычных людей в мире а также бонусом несколько интересных тем про креативных и гениальных людей и давайте начнем это видео с людей которые шокировали мир кто из нас однажды не хотел бы стать супергероем обладающим невероятными возможностями особенно в те моменты когда в жизни все идет наперекосяк но наверное вы скажете что эти мысли лишь пустые фантазии возможно так и есть но для некоторых людей это реальности их потрясающие навыки умения и особенности по праву ставят их в один ряд супергероями феликс баумгарднер феликс баумгарднер это австрийский парашютист экстремал получивший прозвище бесстрашный феликс и сейчас вы поймете почему в 2012 году он установил беспрецедентный рекорд на грани жизни и смерти став первым человеком покорившим стратосферу без какого-либо аппарата 14 октября 2012 года феликс совершил в прямом смысле этого слова головокружительный полет со словами я возвращаюсь домой он выпрыгнул из стратостата доставившего его на высоту 39 тысяч 45 метров для сравнения обычная высота полета боинга 11 14 тысяч метров а истребители забираются на высоту 18 20 тысяч метров несмотря на длительные подготовки в покорении такой высоты феликсу не удалось избежать трудностей в какой-то момент его тело начало вращать с невероятной скоростью и если бы ему не удалось выйти из этого штопора то все могло бы закончиться очень печально но к счастью опасность минобала и новый мировой герой феликс баумгарднер благополучно приземлился в американском штате нью-мексико все произошло за 4 минуты 19 секунд и за это короткое время баумгарднеру удалось побить целых 4 рекорда он совершил прыжок с парашютом с самой большой высоты пролетел самую большую дистанцию в свободном падении совершил самый высокий пилотируемый полет на стратостате и развил самую высокую скорость свободного падения в полете он преодолел звуковой барьер его скорость развилась до 1340 километров в час а сейчас самый смелый человек планеты удачно продает свою книгу участвует в ток-шоу работает спасателем на одном из горнолыжных курортов швейцарии радж маханнаир наш следующий герой радж маханнаир он же электрический махан или электрочеловек который стал известен во всем мире благодаря своим удивительным способностям внешность наира не слишком ассоциируется с образом супергероя но это не мешает ему быть таковым потому что его тело способно на невероятные вещи мужчина не стреляет молниями из рукавов он просто берет оголенные провода в свои руки размещает один из них на своем языке для лучшей проводимости на второй прижимает к ногам руке или голове спокойно позволяя электрическому току проходить сквозь тело этот человек обладает уникальным телом которое может выдерживать электрический ток силой в несколько ампер если бы эти провода коснулись кожи обычного человека то это привело бы к беспорядочному сокращению мышц прекращению кровообращения и в конечном итоге остановки сердца история о том как электрический махан приобрел свои суперспособности также невероятно как его сила мама раджа скончалась когда ему было семь лет убитый горем мальчик не знал как справиться с этой потерей тогда решил свести счеты с своей жизнью зайдя в трансформаторную будку он схватил провод находившийся под напряжением но к удивлению маленького раджа с ним ничего не произошло и именно тогда он понял что наделен особым даром с тех пор махан начал демонстрировать знакомым а затем и всему миру свой иммунитет к электричеству к слову однажды были проведены исследования с помощью мультиметра в итоге выяснилось что тело раджа способна выдержать силу тока в 10 раз превышающую фибрилляционный порог который фатален для человека стик сэверинсен а вот датчанин по имени стик сэверинсен хоть и не обладает особой устойчивостью к электричеству зато может очень долго находиться под водой не используя никаких специальных приспособлений за эту уникальную особенность его прозвали человек амфибия обычно люди начинают ловить воздух через несколько минут нахождения под водой для стига же не проблема задержать дыхание на целых 22 минуты сэверинсен начал плавать в возрасте 6 лет и это определило все его будущее став профессиональным дайвером стик установил немало рекордов вот самые яркие его достижения в марте 2010 года сэверинсен установил рекорд проплыв 72 метра по толще льда только в очках и плавках в апреле 2010 он вдохнул чистый кислород и задержал дыхание на 20 минут 10 секунд в бассейне с акулами в мае 2012 года он установил рекорд задержав дыхание на 22 минуты в апреле 2013 сэверинсен установил два мировых рекорда самое долгое плавание под водой с задержкой дыхания когда он проплыл 152 метра за 2 минуты 11 секунд в гидрокостюме и ластах и другой рекорд 76 и 2 метра только в плавках впечатляет не правда ли джоу тиндзюэ джоу тиндзюэ 85-летний мастер канфу тайцзи и цигун и он также имеет сверхспособности он может генерировать огромное количество тепла используя только свои руки тепло которое он генерирует через ладони может подогревать воду до состояния кипения он также способен смещать вес тела с ног на грудь благодаря чему способен стоять на листе бумаги не проваливаясь сквозь него джоу тиндзюэ также является целителем утверждает что может растворять опухоли заживлять тяжелые хронические травмы и лечить неизлечимые болезни он лечил далай ламу олимпийских спортсменов знаменитостей политических деятелей мишель латито что касается мишеля латито то этот бывший французский актер может и не обладал выдающимся актерским талантом зато в неуемности аппетита ему не было равных он мог похвастаться удивительной сверхспособностью поедая все начиная от стекла до металла его даже прозвали мистером всеядным в период между 1959 и 1997 годом он съел около 9 тонн металла мишель латито мог есть неорганические предметы без особого вреда для пищеварительной системы благодаря очень толстым стенкам желудка и кишечника когда он ел предмет он обычно разламывал его на куски и проглатывал запивая водой и маслом также он съел целый самолет с с на 150 на поедание которого у него ушло два года скончался латито 25 июня 2007 года в возрасте 57 лет дин карназис дин карназис ультрамарафонец который смог бежать беспрерывно на протяжении трех суток без остановки и сна в организме каждого человека есть лактатный порог выйдя за пределы которого после интенсивных физических нагрузок мы чувствуем усталость в мышцах у дина судя по всему организм обладает способностью долго не выходить за этот порог он смог преодолеть одно из самых тяжелых испытаний на выносливость марафон на южном полюсе при температуре минус 25 градусов по цельсию без снегоступов в 2005 году дин преодолел дистанцию в 650 километров за 80 часов и 44 минуты без сна пробежав такой марафон дин карназис стал для многих людей самым настоящим героем которого прозвали человек который может бежать вечно но один не останавливался на достигнутом и уже в 2006 году установил новый мировой рекорд за одни сутки он пробежал 221 километр также в 2006 он пробежал 50 марафонов в 50 штатах за 50 дней подряд вероника сейдер вероника сейдер которая родилась в западной германии в 1951 году обладает экстраординарным зрением которое в 20 раз лучше чем у обычного человека во время учебы в университете штутгарта ее зрение привлекло внимание окружающих девушка могла увидеть людей на расстоянии 1 и 6 километров в то время как при обычном зрении человек с трудом видеть детали на расстоянии 6 метров зрение вероники сравнивают с телескопом так как она видит элементы из которых состоят цвета на экране цветного телевизора на этом таланты вероники не заканчиваются все свое свободное время она отдает написанию мини книг текст немга пишет обычно твердым карандашом который затачивает после каждых двух слов на листе размером с обычную почтовую открытку сейдер может написать 327 тысяч слов норман гэри норман гэри это невероятный пчеловод он может удерживать на себе пчелиный рой из ста тысяч особей и ни одна из пчел его не жалит трюк с пчелиным роем на теле не единственный в арсенале нормана ему удается сделать так чтобы пчела проползла определенное расстояние на затем повернулась на 90 градусов и двинулась дальше в определенном направлении благодаря своим сверхспособностям он смог поработать в ряде фильмов включая секретные материалы вторжение девушек пчел леонард 6 и в некоторых сериалах масутацию а яма масутацию а яма это японский мастер каратэ он известен тем что мог бороться с живыми быками голыми руками он устраивал выступления боев с быками и за всю жизнь победил 52 быка однако в мире карате его достижения миновали никак не иначе как извращенным порочным каратэ в каратистских кругах а яма подвергся очень жесткой критики за нарушение всех норм и канонов а также открытой демонстрации силы впрочем это никак не умоляет его уникальности дэниэл киш дэниэл киш оказался в нашем списке благодаря тому что будучи слепым он может ориентироваться в пространстве не хуже летучей мыши дэниэл родился с ретинобластомой раком сетчатки глаза чтобы спасти его жизнь врачи удалили оба глазных яблока и он стал слепым в возрасте 13 месяцев дэниэл начал использовать технику эхолокации в возрасте двух лет языком он издает щелчки и прислушивается к эху с помощью эхолокации он научился обнаруживать здание на расстоянии 300 метров дерево на расстоянии девяти метров и человека на расстоянии двух метров также обладает и сверхспособностью он может отличить грузовой автомобиль от легкового и внедорожника конечно же дэниэл киш не ходит повсюду к цоке языком как заведенный он делает это по мере надобности где-то громче где-то тише когда он заходит к примеру в ресторан то цоки становятся совсем не слышными для зрячих а вот слепые в силу обладания более четким слухом слышат его всегда благодаря эхолокации дэниэл видит мир словно в полумраке но этого достаточно чтобы беспрепятственно пройти куда надо поэтому несмотря на слепоту он наслаждается жизнью и в частности своим хобби катанию на велосипеде то что делает дэниэл киш настолько невероятно что людям порой кажется что перед ними мошенник или по крайней мере злостный любитель розыгрышей но это не так всему этому киш научился сам к слову дэниэл является президентом организации всемирного доступа для слепых и обучил эхолокации по меньшей мере 500 детей нисколько не меньше весь мир шокировали люди которые трансформировали свои тела до неузнаваемости если вы все про себя знаете и хотите измениться но для начала новой жизни вам не хватает волшебного пенделя то это видео именно для вас ничего не сможет мотивировать лучше чем истории людей которым тоже что-то мешало они были тучными нездоровыми и не уверенными но пришли к цели победив лень усталости стрессы они прошли этот путь и трансформировали свои тела до неузнаваемости что не может не вдохновлять патрик магно патрик магно социальный работник из сан-диего калифорния чья работа заключалась в том чтобы забирать детей из неблагополучных семей размещать их в приютах что эмоционально очень выматывала он был несчастлив он был недоволен своей жизнью своим внешним видом и заедая стресс 29-летний мужчина медленно но верно толстел так продолжалось до тех пор пока врач не сказал патрику что судя по его анализам ему грозит сахарный диабет именно тогда он и решил изменить всю свою жизнь спустя две недели после разговора с врачом он услышал о конкурсе по фитнес-трансформации победитель которого выиграет 100 тысяч долларов нетрудно догадаться что это послужило ему еще большей мотивации согласно правилам конкурса участники должны были изменить фигуру с помощью питания и тренировок а победителем становился тот кто добьется лучшего результата уже после 3 недели внешний вид патрика начал ощутимо меняться благодаря тренировкам по методике криса геттином и диете всего через 12 недель физических упражнений строгой диеты патрик не только похудел с 82 до 61 килограмма но и приобрел потрясающую форму которой позавидует любой бодибилдер здоровье патрика значительно улучшилось и кроме того именно он стал победителем того конкурса майк вот бим это все стероиды такое невозможно скажет кто-то однако не во всех случаях люди решаются на прием химических добавок и препаратов употребление которых зачастую приводит к серьезным проблемам со здоровьем стоит учитывать что все мы уникальны имеем разную наследственность и физиологические особенности на это все влияет на скорость роста мышц и набора мышечной массы во время занятий спортом главное цели и тогда все получится этим девизом руководствовался майк вот бе который еще недавно весил 210 килограмм и находился в сильнейшей депрессии из-за которой даже пытался свести счеты с жизнью ведя затворническую жизнь в своей комнате майк заказывал алкоголь на дом по интернету и целыми днями просиживал у телевизора высокая степень ожирения так мучила майка что он пытался отравиться таблетками чтобы закончить свои страдания но неудачная попытка стала поворотным моментом в его жизни с тех пор он решил похудеть за полтора года майк сбросил 114 килограмм получил прозвище мистер мускул и встретил девушку которая его полюбила сейчас майку 36 лет он работает тренером и помогает людям избежать аналогичных проблем дэвид кимерли американец дэвид кимерли начал новую жизнь в 30 лет до этого успешный бизнесмен он разорился и пару лет запевал и заедал свои неудачи а когда опомнился посмотрел на себя в зеркало то он увидел опухшего алкоголика и разжиревшего обжору тот человек что смотрел на небос отражения стал давиду противен поэтому в этот же миг было решено завязать с дурными привычками вернуться к нормальной успешной жизни данное себе слово мужчина сдержал за два года тщательно выверенного спортивного рациона и изнурительных тренировок он не только вернул потерянную форму но и превзошел самого себя сегодня дэвид кимерли работает персональным тренером голливудских звезд а также является актером фитнес-моделью и призером множество бодибилдерских турниров бен джексон 45-летний бен джексон из ворингтона англия доказал что даже в этом возрасте можно добиться идеального тела всего за 12 недель конечно же при этом ему пришлось от многого отказаться полностью поменять свою диету а также усердно заниматься спортом но она того стоило всего за 12 недель бен сбросил вес с 86 до 79 килограмм а процент жира в его теле уменьшился с 20 до всего лишь 9 процентов мужчина отказался от пирогов и пива в пользу низкоуглеводной диеты он тренировался в спортзале пять раз в неделю бен утверждает что период трансформации тела был самым лучшим в его жизни ведь благодаря спорту и здоровому образу жизни у него появилась больше энергии чтобы играть с детьми да и его жене теперь не на что жаловаться но надеется что его пример вдохновить других мужчин средних лет заняться собой лян сян 64-летний лян сян из китая стал знаменитостью благодаря результатам упорных тренировок сейчас этот мужчина которого язык не поворачивается назвать дедушкой находится в отличной физической форме просто на зависть молодым более того лян планирует принять участие в ралли дакар 2020 и таким образом стать самым пожилым участником марафона у лян сяна есть сын и внук но такой дедушка может дать фору любому тридцатилетнему по уровню физической подготовки собственно такая физическая форма это не чудеса наследственности или фармакологической промышленности а ежедневные занятия спортом по несколько часов впрочем не стоит думать что такие усилия сян прилагает ради тщеславия или чтобы нравиться женщинам на самом деле это его способ достичь своей мечты китайский дедушка давно мечтал стать самым пожилым участником ралли в южной америке однако несмотря на то что он считал себя в принципе спортивным человеком было очевидно что возраст не позволяет ему соревноваться с более молодыми водителями то энергии не хватало то силы то наблюдательности то боли в мышцах отвлекали от вождения 10 лет упорных тренировок и он достиг своей мечты став участником ралли дакар 2016 китайские сми были покорены такой целеустремленностью лян сяна заявив что теперь ни у кого из нас нет ни единого оправдания нашему лишнему весу брайанан маккентегард брайанан маккентегард в целом была обычной девушкой но только весила на 200 килограмм брайанан решила приняться за себя довольно поздно долгое время игнорируя проблемы с социализацией отсутствием друзей а вот когда под девушкой провалилась ванна она наконец решилась начать худеть все началось со вступления в кружок людей с лишним весом которые научили брайанан контролировать свой рацион подсчитывать калории помогли найти оптимальную для нее физическую нагрузку три года упорного труда и результат минус 150 килограммов дарина маленькая дарина всегда заедала свои проблемы плохая оценка хлеб с маслом и сахаром поругалась с подругой плитка шоколада таким образом к 25 годам дарина стала весить около 130 килограммов когда она узнала что беременна то твердо решила после рождения ребенка начать худеть началось все с правильного питания дарина стала исключать сахар мучное и жирное потом пятиразовые приемы пищи маленькими порциями сменили один-два сытных обеда через месяц девушка стала бегать и заниматься фитнесом на фото до и после вы можете увидеть трансформацию тела дарины на это всего лишь за восемь месяцев крис прет большинство из нас мечтает похудеть или наоборот набрать немного массы но вот для голливудских актеров подобные изменения внешности это просто один из аспектов работы режиссеры иногда бывают очень разборчивыми в подборе актеров и в том какими бы они хотели видеть их в кадре вот вам отличный пример если вы не следили за карьерой криса претта то не знаете что так как сейчас он выглядел далеко не всегда к моменту кастинга на роль звездного лорда в стражах галактики он весил почти 150 килограммов но сейчас мало кто может узнать звездном лорде смешного и толстого героя телесериала парки и зоны отдыха за 8 месяцев откровенно говоря не худенький актер сумел сбросить около 27 килограмм кроме того ему удалось нарастить приличную мышечную массу как оказалось все возможно в случае криса претта ему понадобился тренер правильной тренировки кстати режиссера стражей галактики джеймса гана пришлось уговаривать допустить к прослушиваниям претта именно из-за его лишнего веса но актеру удалось очаровать режиссера и доказать ему что он может быть не только обаятельным и дерзким как его персонаж но и выглядеть как супергерой с тех пор актер сохраняет отличную форму крис эванс со всех сторон положительный капитан америка возможно всегда был человеком положительным но не всегда со всех сторон были такие времена когда исполнитель самой патриотичной роли в америке крис эванс выглядел далеко не как золотая медаль которая прекрасно как ни крути чтобы раскачаться до нужных для защиты страны размеров ему приходилось тренироваться по 4 часа в день каждый день свои занятия он делил на группы мышц по дням понедельник плечи вторник грудь среда ноги четверг руки пятница спина суббота кардио и пресс а чтобы добраться до отметки в 90 килограмм и 10 процентов жира он ел овсянку с ягодами и орехами на завтрак и догонялся протеиновым шейком и пищевыми добавками богатыми аминокислотами перед тренировкой перекусывал яблоком с орехами а после снова протеиновый шейк и аминокислоты через 20 минут после занятия наступала очередь салата с курицей и бурого риса вместо перекуса протеиновый шейка на ужин курица рыба или говядина с овощами вместе с каждым приемом пищи он также принимал целый ворох пищевых добавок омега-3 омега-6 омега-9 жирных кислот с таким рационом и 70 лет во льдах неиспытания мэтью вольф за три года мэтью не только похуделся 113 до 82 килограмм но и из рыхлого малоподвижного любителя фастфуда превратился в мачо с рельефной мускулатурой все началось с того что врачи вынесли ему приговор если не снизить критический вес то через пару месяцев могут отказать почки но даже это не сподвигло 20-летнего мэтью отказаться от любимых гамбургеров и пойти в зал тогда на помощь пришли его друзьям создав необходимый стимул для его будущего яркого преображения они поспорили с ним на деньги что он никогда не сможет похудеть чтобы не проиграть паре вольф сел на диету и сбросил за месяц 18 килограммов назло всем и себе на радость ну а дальше все пошло как по накатанной молодой человек так вошел во вкус здорового образа жизни что записался в зал чтобы сделать себе тело мечты для этого он тренировался почти ежедневно только с одним выходным в неделю начиналась тренировка силового воркаута около часа за затем был 40 минутный аэробный блок упражнений также сегодня когда цель достигнута тренировки продолжаются в том же режиме теперь вольф уже не сжигает жира наращивает мышечную массу и становится качком отдельная категория супер людей это люди супер сильными руками давайте подробнее заценим эту тему знали ли вы что среди нас порой встречаются самые настоящие невероятные халки сильнейшие люди планеты споры о том у кого самые сильные руки в мире ведутся уже давно критериев отбора слишком много у кого-то самый сильный удар а кто-то способен пальцами скручивать стальные гвозди от обладателя титула самые сильные руки на планете до человека который превзошел самого брюса ли денис цыпленков денис цыпленков бесспорный обладатель самых сильных рук в мире это невероятно сильный армрестлер который помимо эффектной борьбы на руках и внушительных размеров имеет просто нереально сильные руки для начала немного антропометрии вес около 140 килограммов рост 186 сантиметров объем рук на пике формы от 58 до 60 сантиметров денис обладает очень сильным бицепсом и поднимает в строгом стиле 113 килограммов что на данный момент является абсолютным мировым рекордом рекорд стоит уже несколько лет и никто и близко не приблизился к нему с использованием читинга денис поднимает 150 килограмм на пять раз и 170 на два раза при собственном весе в 131 килограмм денис подтягивается аж 42 раза да именно столько многие при своих 70 килограммах столько не могут подтянуться поэтому этот результат еще раз подтверждает насколько он сильный денис делает 57 килограмм в упражнении на пальцы на правую и левую руку в натяжке на правую руку он поднимает 87 с половиной килограмм помимо сильного бицепса денис также имеет нереально сильный трицепс именно это позволяет ему сжать лежа 270 килограмм и наконец нельзя не упомянуть его уникальные пальцы ведь он без труда может расколоть ими грецкие орехи на орехи этот спортсмен очень любит рафаэль кулиев этот богатырь носит титул самых сильных пальцев планеты житель улан-удэ рафаэль кулиев в 2019 году установил новый мировой рекорд по продолжительности виса на турнике на двух пальцах что и обеспечило ему это гордое звание атлеты столицы бурятии провисел на турнике на двух пальцах 75 секунд при собственном весе 85 килограммов это абсолютный рекорд планеты прошлый рекорд составлял 47 секунд но вес его владельца был менее 80 килограммов к слову это не единственное достижение рафаэля который как вы уже убедились обладает очень сильными руками ранее 3 ноября 2018 в возрасте 25 лет он попал в книгу рекордов россии выполнив наибольшее количество подтягиваний на перекладине на двух пальцах ему удалось это повторить 16 раз еще один рекорд установлен в том же году в номинации наибольший вес человека поднятого в упражнении швунг швунг в интерпретации кулиева это поднятие человека с пола на вытянутой руке в положении стоя атлет на вытянутой руке поднял человека весом 85 и 70 килограммов кулиев заявил что к этому рекорду он даже не готовился все получилось с первого раза благодаря занятиям гиревым спортом в прошлом кстати эти рекорды до сих пор еще никто не смог побить мануэл мамаян этот обладатель сильных рук смог бы превзойти самого брюса ли многократный рекордсмен книги рекордов гиннеса также автор более двух десятков рекордов книги рекордов богатырей армении тренер по воркауту и фитнесу из москвы мануэл мамаян установил новый рекорд гиннеса обойдя тем самым легендарного брюса ли мануэл поставил рекорд по максимальному количеству отжимания от пола на одной руке на точнее на двух пальцах за одну минуту он отжался 55 раз первые отжимания двумя пальцами продемонстрировал брюс ли его результат 52 повторения никто не смог превзойти кроме мамаяна мануэл сообщил что также готовится установить рекорд гиннеса по подтягиваниям в горизонтальном положении его лучший показатель на данный момент 20 повторений майк тайсон нельзя войти вниманием и представители боксерской профессии ведь там нужны еще те сильные руки работая над собой оттачивая свое мастерство до идеала спортсмены превращают свое тело в сокрушительную машину способную одним лишь ударом нокаутировать своего соперника для измерения силы удара боксеров во всем мире применяют специальное оборудование но ни один динамометр не гарантирует стопроцентной точности однако бытует мнение что самый сильный удар принадлежит одному из лучших боксеров в истории майку тайсону считается что сила его удара равняется 800 килограммам удара такой силы достаточно для того чтобы с легкостью нокаутировать соперника майк тайсон вписал свое имя в историю бокса как мастер нокаутов его боялись и его уважали за период профессиональной карьеры он выиграл 50 боев из 58 проведенных 44 из которых завершились нокаутом в пользу майка за свое мастерство тайсон даже попал в книгу рекордов гиннеса как автор самых быстрых нокаутов тим брестнан говорят о человеке можно судить по его рукопожатию возможно не все слышали о тиме брестнане но если бы вы однажды пожали ему руку то будьте уверены вы бы почувствовали это выражение на себе американец которому уже давно за 50 несмотря на возраст устрашает соперников не только крепкой хваткой но и суровой внешностью главные атрибуты тима это борода и огромные татуированные руки американец является настоящим ветераном армрестлинга что не мешает ему регулярно появляться на вершинах рейтинга наравне с более молодыми спортсменами рост тима составляет 190 сантиметров а вес корреблется на отметке в 138 килограммов к слову звезда мирового профессионального армрестлинга тим брестнан в обычной жизни является рядовым фермером сара бакман стереотипное представление о том что профессиональный армрестлер это исключительно огромный мужчина с остальными руками сегодня разбивают многочисленные девушки изящные чемпионки мира и очаровательные мастера спорта сара бакман чемпионка мира по армрестлингу отличный тому пример сара шведка по происхождению в детстве была довольно полной из-за чего над ней постоянно угорали но потом она взяла себя в руки и за год похудела на 20 килограммов в 14 лет сара увлеклась армрестлингом и уже в школе успела дважды победить на местных соревнованиях потом ее карьера армрестлера пошла вверх сейчас сара 11 кратная чемпионка швеции восьмикратная чемпионка европы и восьмикратная чемпионка мира с одной стороны это оглушительный успех а с другой стороны на нее посыпалась критика и обвинения люди никак не могли поверить что такая молодая и красивая девушка может быть настолько сильной ее тут же начали обвинять в употреблении стероидов хотя сама сара утверждает что ее фигура результат тяжелых тренировок после успеха в армрестлинге сара перешла в рестлинг где сначала участвовала в шведском шоу под просьбищем spirit а затем переехала в сша и в 2013 году подписала контракт с мировым промоушеном wwe но карьера сары на ринге не задалась через год она разорвала контракт как бы то ни было сара оставила свой след в истории армрестлинга благодаря своим стальным рукам любовь харченко любовь харченко родилась в ростове-на-дону 22 октября 1996 года в спорт девушка попала в девятом классе по самой обыденной причине девушка просто захотела сбросить лишний вес сначала она читала литературу и тренировалась дома потом был спортзал и неожиданно появились серьезные веса рекорд любы 175 килограммов становой тяги родители были категорически против считая что девушка станет мужеподобной но любовь продолжала тренировки постепенно перейдя из пауэрлифтинга в армрестлинг где ей снова пришлось преодолевать себя ведь в сале этим занимаются только мужчины и девушке приходится соревноваться только с ними по словам любой чаще всего побеждают все-таки парни но когда побеждает она это особенно приятно в 2017 году харченко стала чемпионкой мира по армрестлингу в весе до 70 килограммов среди юниоров на тот момент она занималась тем спортом всего полтора года любовь это удивительное сочетание женственности красоты и стальных рук в прессе ее назвали образом современной девушки армрестлера 21 века видадзи эфендиев дагестанский богатырь видадзи эфендиев может согнуть узел из гвоздей буквально за считанные секунды любопытно что сам он ничего сложного в этом приеме не видит тренируется видадзи не только на гвоздях но и на арматуре и сковородках по словам силача в детстве он ничем не отличался от сверстников а необычную силу заметил в себе в подростковом возрасте поразительно но в отличие от других силачей представленных в этом видео молодой человек практически не занимается спортом питается обычными продуктами не соблюдает особенных режимов и диет в чем секрет его силы видадзи не знает и сам известность молодой силач приобрел после участия в телевизионном шоу где за 2 с небольшим минуты он сделал 5 фигур из 7 гвоздей попал в рекордов гиннеса кстати видадзи не только гнёт гвозди арматуру он еще поднимает тяжелые камни и автомобили стать сильным говорит он может каждый было бы желание парень даже разработал свою методику обучения теперь ему нужен спортзал где он смог бы тренировать детей и взрослых али бахчатапе уже пожилой турецкий атлет али бахчатапе 11 раз попал в книгу рекордов гиннеса как лучший разбиватель бетонных блоков один из его самых впечатляющих рекордов это разбивание монолитных бетонных блоков на время силач был намерен за одну минуту разбить 1175 бетонных блоков используя лишь свои собственные крепкие кулаки защищенные тоненькими перчатками перед претендентом на звание рекордсмена был построен импровизированный коридор стенки которого были блоками мужчина был должен двумя руками крушить конструкцию невероятно но за отведенное время турок разбил 1145 монолитных бетонных блоков и стал официальным рекордсменом да пусть али бахчатапе и не выглядит так же внушительно как тайсон он хорош в своей дисциплине необычность может проявляться не только физическом плане может быть руки у них не такие ядерные но креатив этих людей находится на новом уровне даже в наше время когда казалось бы мы уже видели все и нас ничем не удивить продолжают появляться люди которые создают то о чем прежде никто и не помышлял создание новых идей технологий для решения насущных проблем в этом человечество преуспела но все же некоторые из нас оказываются в этом плане на голову выше остальных живопись на грязном стекле многие любят порисовать на грязных стеклах машин но этот парень вывел это искусство на новый уровень это вам не стандартная надпись помой меня скотт уэйт называет себя художником грязных машин и создает удивительные объемные картины на грязных задних стеклах некоторые из рисунков в точности повторяют шедевры великих живописцев такие как например мона лиза кархендж все уже знают про стоунхендж каменный археологический памятник великобритании одному человеку он понравился настолько что он решил сделать его копию у себя на ферме правда не из камней а из машин отсюда и название кархендж в 1987 году джим рейндерс создал сооружение в памяти своим скончавшимся отце рядом с его фермой на постройку кархенджа ушло 38 автомобилей которые образуют круг диаметром в 29 метров некоторые из них вкопаны вертикально в землю другие поставлены сверху образуя таким образом арки чтобы придать сооружению более правильный вид все автомобили были покрашены серой краской из баллончика здание с лицами этот русский художник превращает обветшалые водонапорной башни в смеющиеся лица а старые дома в рожицы с глазами в виде окон с помощью граффити художник превращает ветхие постройки в настоящее произведение искусства граффити мастера можно увидеть во многих городах страны перми иркутские красноярские многих других вот уж что действительно называется вдохнуть новую жизнь пикачу вам приходилось хоть раз совершать необдуманные поступки в нетрезвом состоянии если нет то вам явно повезло только посмотрите на тату которая набил себе парень после нескольких бакалов крепкого пикачу больше походит на детский рисунок чем на нормальную татуировку к счастью профессиональный мастер нашел выход и вписал этот неудачный рисунок в свою татуировку где по сюжету уже нормальный пикачу пытается нарисовать сам себя бильярдный стол на первый взгляд кажется что этот массивный бильярдный стол намертво приделан к полу и ничто не способно сдвинуть его с места но это не так этот бильярдный стол находится на круизном лайнере radiance of the seas любое волнение на море не сможет помешать комфортной игре в бильярд ни один шар не сдвинется с места и все это благодаря встроенному гироскопу прогнозы погоды многие из нас видели в интернете подборки фейлов с прогнозов погоды где ведущие случайно надевали платья не того цвета и компьютер приняв их за часть зеленого экрана делал их прозрачными именно этот прием намеренно использовал ведущий американского прогноза погоды натянув на голову зеленый чулок мужчина автоматически стал обладателем самого жуткого хэллоуинского образа на экране он появился в буквальном смысле без головы дом бревна датское дизайнерское агентство под руководством пита хай не однажды получила необычный заказ сделать небольшой личный домик кабинет в виде кучи бревен дизайнеры не растерялись и задачу выполнили для постройки использовалась реальная технология с помощью которой стены складывают из коротких спилов бревен получилось настолько хорошо что мимо этой поленницы легко можно пройти и даже не подумать что внутри кто то есть картина на снегу мало кому нравится длительные прогулки по сугробам однако художник саймон бэк считает иначе свои следы на снегу он превращает в отдельный вид искусства создавая на заснеженных полях гигантские картины для соблюдения формы узоров мужчина использует компасы математические формулы за 10 лет творчества бэк создал уже около 300 картин по своей авторской технике и все они поражают воображение своими масштабами и детальностью прорисовки лего дом художник ян ворман использует кирпичи из деталей лего чтобы восполнить пустоты от осыпающихся камней стены своего дома получается ярко и креативно словно дом попал на улицу прямиком из компьютерной игры не самая лучшая идея с точки зрения прочности и долговечности конструкции но выглядит очень круто сортировщик драже еще одно крайне полезное крутое изделие пользователь сайта реддит изданий поделился в сети фото и видео своего аппарата который сортирует даже скиту с мм демс по цветам прибор использует оптический распознаватель цветов и небольшой встроенный компьютер портреты из мусора в английском языке популярна поговорка что для одного мусор то для другого сокровища художники тим ноббл и сью вебстер решили обыграть эту поговорку в своих уникальных арт объектах кучи мусора непонятных форм обретают смысл если подсветить их прожектором тогда они принимают форму детальных портретов людей деревянные бананы согласно правилам соседского этикета в общежитиях если ты съел чью-то еду придется купить такую же и возместить ущерб однако этот парень решил проблему оригинально точные копии съеденных бананов он вырезал из дерева он даже приклеил на готовые бананы наклейки производителя в сеть парень выложил полное видео процесса изготовления по его словам подмену никто не замечал еще долгое время американские горки на заднем дворе с чем у вас ассоциируются ваши бабушка и дедушка готовы поспорить что не с американскими горками а вот для этих счастливых детей вышедший на пенсию с должности аэрокосмического инженера дедушка решил построить настоящие американские горки на заднем дворе своего дома мужчина собственноручно построил небольшой парк развлечений с захватывающим аттракционом номинация на дедушку года зеркальные дома не нужно особенных инженерных познаний чтобы построить небольшой деревянный домик на дереве но шведская дизайнерская компания тем и видегард решила вывести домики на деревьях на новый уровень стены своих домиков на лесных деревьях они обшивают зеркальными панелями создавая таким образом практически невидимое жилище дома со стороны выглядят как оптические искажения парящие над землей в необычных постройках может провести ночь любой желающий креативный парк домов на деревьях после постройки сделали отелем деревянные часы а эти самодельные буквенные часы задуманы даже круче чем apple watch придумал и изготовил их студент инженер пит брок часы представляют собой несколько наложенных друг на друга деревянных пластинок на которых выгравированы цифры и буквы трафаретные пластинки подсвечиваются изнутри меняют свое положение чтобы на интерфейсе загорались нужные слова сам студент рассказал что изготовил часы в подарок на день рождения друга безопасные петарды для тех из нас кто боится остаться без пальцев поджигая петарду или римскую свечу удачную альтернативу придумал наш следующий герой изобретатель впрочем должен быть более простой способ чем метание карты в молоток который затем высекает из кремня необходимую искру вторая жизнь пластика как продолжать пить бутилированную воду и при этом не вредить окружающей среде многие считают что беспокоиться на этот счет бесполезно ведь загрязнение настолько серьезно что усилия одного человека не сыграют роли иногда самые простые идеи не требующие переработки пластика в условиях завода могут помочь сэкономить ресурсы как насчет превращения пластиковых бутылок в дом для растений например хозяева этого парняка построили его целиком и полностью из пластиковых бутылок еж в лодке знаменитые битвы фотошоперов популярны на многих сайтах мира однако особых успехов на этом поприще добились пользователи на сайте reddit куда только не приятно пристраивали закинутая в сеть обработанная фото ежа в надувной лодке один из пользователей даже сделал гифку в которой ежик динамично сплавляется вниз по горной реке портрет из чайных пакетиков популярная в инстаграм художница с ником редхуньи меняет привычный взгляд на обычные для нас бытовые предметы например портрет мужчины занятого приготовлением традиционного малазийского чая отражает тоску художницы по родине выполнен он из 20 тысяч чайных пакетиков прическа крысиный хвост многие из тех кто родился в 80 и 90 и застали эту нерепую мужскую прическу короткую стрижку с непременным хвостиком длинных локонов на затылке но этот мужчина вывел выражение крысиный хвост на новый уровень в его исполнении хвост волос стал реальным хвостом крысы в форме которой выбриты волосы на его затылке креативно но слегка противно япония шотландия это традиционное японское кимоно выглядит так будто сшили его из нескольких шотландских килтов оригинальный наряд на самом деле сделан из старых шорт и рубашек художница и дизайнер майя колфилд автор этого кимоно намеренно смешала стили чтобы выразить в одном наряде свою родословную ведь она наполовину японка и наполовину шотландка тающая башня это фото выглядит так будто прошло серьезную обработку в фотошопе но это не так это фото результат встречи французской архитектуры и сюрреализма в стиле сальвадора дали изначально фотограф из флебека жан-филипп дюма планировал проверить как жара влияет на оптические искажения на фотографиях спустя несколько попыток ему удалось сделать фото на котором знаменитая филева башня буквально тает под палящим солнцем фото в макдональдсе эти двое парней любивших посидеть в ресторане макдональдс решили подшутить и заодно проверить внимательность посетителей и персонала на одной из пустых стен в кафе они тайно повесили фото обои со своим изображением сделанные в корпоративном стиле фастфуда гигантское фото провисело никем не замеченным 51 день чтобы незаметно повесить фото парни нарядились работниками макдональдса форму они нашли в секонд-хенде любопытный факт когда фото все же заметили руководство приняло решение оставить его раз уж она так гармонично вписалась в интерьер коляска для черепахи эта травмированная черепаха снова обрела возможность ходить после того как неизвестный изготовил для нее миниатюрную инвалидную коляску из лего уже существующие протезы и коляски для животных бесконечности придуманы для более крупных видов таких как кошки или собаки так что неравнодушным спасателям черепахи из штата мэриланд в сша пришлось импровизировать поилка для щенков чтобы создать комфортную среду для этих новорожденных щенков оставшихся без матери находчивый мужчина решил воссоздать процесс материнского кормления при помощи перчатки каждому перчатку пальцы была присоединена трубочка с молоком а на кончике пристроена по сузке что же оригинально хотя и несколько странно если предыдущие герои выпуска креативные этих ребят можно назвать реальными гениями которые смогли обойти систему пожалуй практически во всех сферах имеются определенные правила которых нужно придерживаться дабы не переступить черту но как говорится правило существует для того чтобы их нарушать правда нарушать их можно законным или полузаконным путем что позволяет обойти систему и получить свое именно это сделали герои нашего сегодняшнего ролика находчивый ученик во всех школах и прочих учебных заведениях регулярно проводятся различные контрольные проверочные и тесты которые призваны выявить насколько хорошо ученики закрепили ту или иную информацию в некоторых школах имеются приятное послабление ученики могут законно и безнаказанно принести на контрольную работу шпаргалку по теме но только если та будет написана лишь на одном листе герой этого пункта решил бросить вызов как себе так и учителю умудрился расписать всю тему формулы и чертежи на одном листе как вы видите он сделал это максимально мелким убористым почерком даже не представляю сколько времени он на это потратил как по мне было бы проще выучить все формулы наизусть однако парень все равно молодец он круто обошел систему и наверняка получил высший балл за контрольную хитрый парень как известно практически во всех зданиях особенно общественного назначения запрещено кататься на таких средствах передвижения как например велосипеды ролики и скейтборда зачастую перед входом в такие здания висят специальные таблички которые демонстрируют посетителям все запреты иногда запрет касается и территории находящихся внутри зданий вот например на этом столбе висит табличка с несколькими запретами и здесь написано что запрещено кататься на велосипеде роликах скейтборде и самокатах но этот парень видимо решил что разрешено все что не запрещено законом и поэтому решил проехаться по территории на моноцикле то есть одноколесном велосипеде и в самом деле он ничего не нарушил моноцикла ведь нет в списке запрещенных средств передвижения любители отдохнуть этот случай произошел в бразилии в этой южноамериканской стране владельцам баров запретили размещать столы на тротуарах поскольку те вероятно мешают проходу людей проезду автомобилей но ведь всем известно что в бразилии жарко а в жаркий день нет ничего лучше чем посидеть с друзьями на свежем воздухе попивая прохладительные напитки имея это в виду несколько изобретательных мужчин придумали как обойти систему они припарковались на большом грузовике с открытым кузовом на тротуаре возле бара вытащили пару столов и стулья из бара и поставили их на кузов таким образом они смогли обойти запрет ведь технической точки зрения столы расположены на кузове они на тротуаре как по мне это гениальный обход довольно странного и не очень честного запрета иранские болельщицы футбол это пожалуй самый популярный вид спорта во всем мире на футбольные игры ходят все мужчины женщины дети пожилые люди и так далее но тем не менее так дела обстоят или по крайней мере обстояли не во всех странах в иране например до недавнего времени женщинам было запрещено появляться на футбольных матчах частью осенью этого года ситуация изменилась и теперь девушки могут посещать игры любимых команд правда для них выделены специальные секторы на стадионе а вот до недавнего времени девушкам приходилось рисковать жизнью и свободой чтобы попасть на матч футбольной команды например эти девушки переоделись в мужчин надели специальные парики приклеили накладные бороды чтобы попасть на матч иранской команды нужно сказать что им это удалось и они несмотря на риск смогли посмотреть в живую матч иранского клуба впоследствии фотография переодетых в мужчин храбрых иранских девушек стала вирусной разлетелась по интернету надеюсь они смогли избежать наказания рассерженный супруг развод это не самая приятная и радостная процедура которая впрочем происходит довольно часто по статистике более половины браков оканчивается именно разводом который подразумевает множество волокиты в частности при разводе супруги зачастую должны поделить все свое имущество и активы в соотношении 50 на 50 то есть пополам один парень из германии воспринял это слишком буквально несколько лет назад немец разводился со своей женой и бывшим супругам было положено разделить свое имущество пополам тогда разозленный парень решил в буквальном смысле разрезать пополам все вещи которые находились в совместном владении и пользовании с женой парень распилил автомобиль макбук велосипед кровать телефон стулья мягкие игрушки телевизор и многое другое также он записал видео процесс своеобразной дележки имущества и впоследствии выложил ролик на ютубе подписав его для лауры в начале самого же ролика имеется надпись спасибо тебе за эти 12 прекрасных лет ты действительно заслуживаешь половину поздравляю того кому ты достанешься конечно это весьма оригинальный способ дележки имущества но как по мне он слишком уж глупый ведь парень фактически просто испортил все вещи которые могли пригодиться и ему креативный арендатор если у вас свой дом или квартира то вы можете делать со своим жильем все что угодно вы можете менять планировку перекрашивать стены менять обои и многое другое совсем иначе дела обстоят тогда когда вы снимаете жилую площадь некоторые арендодатели могут позволить своим арендатором внести определенные изменения в квартиру или дом но в превалирующем большинстве случаев такие изменения находятся под запретом а ведь жаль ведь когда ты снимаешь квартиру порой хочется добавить в нее что-то новое один парень придумал как обойти систему не испортив квартиру и удовлетворив свои желания парень захотел покрасить стены но так как это было запрещено правилами аренды он придумал купить множество разноцветных плакатов и постеров и повесить их на стены причем он сделал это со вкусом превратив стены в приятную цветовую гамму с переливаниями красок как по мне это классный удобный лайфхак когда парень будет съезжать он просто открыть плакаты за которыми останутся не испорченные стены изобретательный болельщик мы уже рассказали вам про иранских болельщиц которые умудрились пробраться на стадион под видом мужчин но на стадион могут не пускать не только по половому или какого-либо другому признаку иногда руководство стадиона может попросту запретить появляться на стадионе тому или иному болельщику если он например нарушил правила поведения неадекватно себя вел скандалил и так далее это произошло с одним мужчиной который был ярым фанатом турецкого клуба генизли спор руководство стадиона запретило ему появляться на матчах любимого клуба но будучи огромным поклонником этого клуба мужчина придумал как обойти систему он арендовал большой кран и подъехал на нем к стадиону перед игрой далее он взобрался на самый верх крана повесил туда флаг команды и начал наблюдать за игрой активно размахивая руками при этом мужчина не нарушил запрет на посещение стадиона так как находился за его пределами стоит отметить что усилия болельщика были не напрасны и он наверняка получил большое удовольствие от матча поскольку в этот день его команда выиграла со счетом 50 автолюбитель со своим взглядом на мир зеленые автомобили это экологически чистые машины работающие преимущественно на электричестве не оказывающие на окружающую среду такое же вредоносное воздействие как машина работающие на бензине или дизеле в настоящее время подобные машины стремительно набирают популярность в некоторых городах даже появляются специальные парковки со знаком green cars он ли или green vehicles означающие что на них можно оставить лишь такие экологически чистые зеленые автомобили но герой этого пункта вероятно воспринял такой знак слишком буквально и припарковал возле него свой автомобиль зеленого цвета который в отличие от электромобилей работает на бензине либо парень гениально обошел систему либо же он действительно не понял фишку знака так или иначе это весьма забавный случай потенциальный сотрудник компании руководство многих компаний предъявляют своим сотрудникам и потенциальным работникам условия в виде специального дресс-кода то есть вы не можете прийти в такие компании в чем угодно обычно они требуют от сотрудников ношения костюмов также иногда эти компании требуют высылать прикрепленную к резюме фотографию на которой вы стоите в костюме чтобы руководители были уверены в том что вас можно брать на работу один парень подал резюме в одной из таких компаний но столкнулся с проблемой руководство запросило от него фотографию на которой он был бы в костюме тем не менее у парня не было ни костюма ни денег на него поэтому он решил гениально обойти систему он нашел в интернете снимок парня в костюме затем сфотографировался в такой же позе и с помощью photoshop отредактировал снимок в результате он отослал компании фотографию на которой он якобы стоит в костюме и что удивительно парню поверили надеюсь впоследствии он все же приобрел себе нормальный пиджак они его цифровую версию смекалистые школьники еще одна тема связанная с дресс-кодом как известно во многих школах действуют свои порядки согласно которым ученики должны ходить в учебное заведение в специальных формах тем не менее иногда эти правила не так просто выполнить особенно когда на дворе стоит лето а термометр показывают далеко за 20 градусов показательный случай произошел несколько лет назад в одной из британских школ тогда руководство этой школы запретила мальчиком ходить в школу в шортах несмотря на то что погода была очень жаркой примечательно что девочек запрет не коснулся им было разрешено ходить в юбках это рассердило мужскую половину учащихся и в качестве своеобразного протеста мальчики начали ходить в эту школу в юбках поскольку это не запрещалось правилами они заявили что продолжат ходить в школу в таком виде до тех пор пока руководство школы не снимет запреты на шорты в результате протест привлек внимание сми на школа вскоре разрешила парням ходить в школу в шортах в жаркие дни хотя не знаю кому было хуже от этого протеста и на мой взгляд самая интересная категория необычных людей люди которым просто нереально везет множество ученых и религиозных деятелей до сих пор спорят над тем предначертана ли судьба человека или же он сам выбирает свой путь наверное эти люди родились в рубашке или может у них очень сильный ангел-хранитель герои этого выпуска были в одном шаге от катастрофы но им удалось ее избежать в этом выпуске мы покажем вам парня который чудом избежал столкновения с метеоритом а также серфера который спасся от акулы вовремя замеченная опасность австралиец кристофер джой снимал с дрона пляж в эрик югу от города вулонгонг где часто плавают серферы можно увидеть косяки рыбы он увидел на мониторе большую акулу подкрадывающиеся к ничего не подозревающемуся серферу джой быстро сориентировался использовав динамик дрона предупредил этого мужчину об опасности перепуганный серфер бросился к берегу к счастью акула не стала преследовать мужчину и уплыла в сторону океана ангел-хранитель на четырех лапах этот удивительный случай произошел в канаде золотистый ретривер по кличке ангел спас от неминуемой кончины своего хозяина 11-летнего остина формена мальчик играл на заднем дворе родительского дома когда вдруг появилась пума хищница уже собралась наброситься на ребенка но преданный пес ринулся на защиту пока животные боролись в неравной схватке остин бросился за подмогой прибывший полицейский подоспел вовремя и нейтрализовал дикое животное собака отделалась относительно легко и проведя всего несколько дней ветеринарной клинике благополучно вернулась домой по словам мальчика собака стала для него гораздо больше чем другом теперь он называет пса своим четвероногим ангелом-хранителем пернатый национальный герой как оказалось не только собаки но и птицы не из робкого десятка меган ховард хозяйка вилли попугая породы квакер работала няней ухаживала за трехлетней девочкой ханной меган всегда брала с собой на работу свою любимую птицу однажды няня посадила ханну есть а сама вышла из комнаты во время еды малютка подавилась и начала задыхаться увидев что произошло вилле стал хлопать крыльями и громко кричать мама бэйби меган прибежала на крики птицы и оказала малышке первую помощь история о том как в дэнвере штат колорадо попугай вилли спас жизнь маленькой девочкой облетела все новостные каналы в итоге за проявленное мужество и смекалку было решено наградить птицу премии американского общества красного креста награждал пернатого героя лично губернатор колорадо билл риттер и мэр города джон хикенлупер удачливая катрина бургес очаровательная девушка катрина бургес выжила в автомобильной катастрофе в результате которой она сломала шею спину и ребра ее тело было скреплено 11 металлическими стержнями бесчисленными винтами по словам врачей в результате такой аварии мало кому удастся в принципе выжить не то чтобы встать на ноги а катрина бургес яркий пример человека рожденного в рубашке девушка смогла начать жить без обезболивающих препаратов уже спустя пять месяцев после аварии и несмотря на пережитое она построила отличную карьеру и стала известной моделью счастливчик стив фоссет стив фоссет известен миру как первый человек совершивший кругосветное путешествие без остановок на воздушном шаре но мало кто знает что он к тому же невероятно удачлив ведь однажды сама судьба отвела от него страшную беду в 1998 году стив еще раз отправился в кругосветное путешествие но в этот раз столкнулся с градом и штормом который разорвал его воздушный шар после того как шар упал с высоты 6705 метров фоссет оказался в водах кипящих акулами но чудом не просто остался жив но и не получил ни единой царапины дэйв и фрэнк дэйв ходгман и его друг фрэнк прыгали в составе команды по прыжкам с парашютом образующие формирование в небе когда произошла катастрофа на высоте 762 метра ходгман открыл свой парашют но не увидел своего друга фрэнка который уже парил над ним два парашютиста столкнулись запутавшись в снаряжении друг друга и в конечном итоге упали на стоянку дэйв получил небольшие ранения но выздоровел и вернулся уже через три месяца в то время как фрэнк и вовсе не получил ни одной ссадины и остался полностью невредимым мартен де йонг этот голландский спортсмен родился под счастливой звездой можете ли вы представить что одного человека были билеты на оба печально известных рейса потерпевшего крушение mh-370 и бесследно исчезнувшего mh-17 но каждый раз в самый последний момент его планы менялись и он сдавал билет говард ульрих говард ульрих и его сын в 1958 году самым невероятным образом вышли сухими из воды после сильнейшего цунами наибольшая в истории волна цунами была зарегистрирована в заливе литуя который расположен в американском штате аляска высота волны было 524 метра гигантская волна подхватила лодку ульриха и просто вынесло ее на сушу отец и сын остались невредимы джо герман джо герман не меньший любимчик фортуны ведь ему удалось пережить свободное падение остаться невредимым когда бомбардировщик королевских военно-воздушных сил австралии потерпел крушение джо герман оказался летящим среди хаоса и падающих обломков его парашют не раскрылся но к счастью для джо с парашютом другого летчика джона виваша все оказалось в порядке в тот момент когда джон пролетал мимо герман смог ухватиться за ногу виваша и таким образом благополучно приземлиться на землю сержант николас стефан алькейд если джо герман улыбнулась удача то николасу стефану алькейду просто нереально повезло уникальный случай произошел с 21-летним сержантом алькейдом 24 марта 1944 года и был даже официально задокументирован во время налета на германию его бомбардировщик был подожжен огнем немецких истребителей случилось так что пламя уничтожила и парашют николаса не желая погибать в огне сержант выбросился из самолета посчитав что так конец придет быстрее с высоты 5500 метров парень рухнул на ветки сосен а затем в мягкий снег после чего потерял сознание когда алькейд очнулся он с удивлением заметил что ни одна кость не сломана харрисон а кенни в 30 километрах от побережья нигерии в мае 2013 года затонул буксир всех членов экипажа кроме судового повара постигла печальная участь харрисону посчастливилось родиться в рубашке ему удалось найти каюту в которой образовался воздушный карман в нем на глубине 30 метров он провел 62 часа в конечном итоге он был благополучно спасен водолазами дэвид центнер а этому пилоту чудом удалось предотвратить ограбление собственного дома пролетая над своим особняком дэвид центнер заметил незнакомца угоняющего его прицеп пилот сразу же связался с полицией вора задержали андрес хеллструп а этот случай произошедший с норвежцем андресом хеллструпом и вовсе вошел в историю как один из самых невероятных этот парашютист любитель во время своего очередного прыжка сумел избежать столкновения с метеоритом но помимо этого ему также удалось это запечатлеть на видеокамеру которая была прикреплена к шлему а именно момент падения метеорита интересно что сам он даже не подозревал что едва избежал конца пока не посмотрел съемку джулиана кепке в 1971 году джулиана кепке стала единственной выжившей в авиакатастрофе в амазонии кепке упала с высоты 3200 метров будучи привязанной ремнем безопасности когда ее самолет упал в тропическом лесу амазонии она шла по джунглям кипящими крокодилами и пираниями в течение 10 дней пока ее не обнаружили лесорубы впоследствии она свою жизнь посвятила защите джунгли считая что именно они помогли и выжить таинственная история билла моргана все началось с того что в 1999 году билл после автомобильной аварии попал в клинику где у него случился сильный приступ аллергии на введенное лекарство сердце билла остановилась и он провел 14 минут в состоянии клинической смерти в конце концов врачам удалось запустить сердце билла но пациент впал в глубокую кому из которой сумел выбраться только через 12 дней когда врачи уже отчаялись и собирались отключить его от систем жизнеобеспечения к удивлению медиков билла делался легким испугом и вообще не получил никаких осложнений чтобы отпраздновать события билл купил лотерейный билет который оказался выигрышным и моргану полагалась машина в стоимостью 24 тысячи долларов случай попал в австралийские новости и билла даже пригласили на телевидение мельбурна ведущий в шутку предложил ему снова испытать удачу истереть полоску на очередном оторейном билете прямо перед телекамерой билл согласился и к всеобщему удивлению билет тоже оказался выигрышным на этот раз этот билет принес моргану 250 тысяч долларов сначала все подумали что это розыгрыш но морган действительно выиграл деньги такое чувство что кто-то наверху перепутал карты сварив на билла моргана незаслуженные беды а потом решил возместить ему моральный ущерб на самом деле счастливых случаев когда людям удается избежать беды гораздо больше чем мы можем предположить просто не каждая история получает огласку делая участников настоящими знаменитостями возможно однажды и вам везло не меньше чем этим ребятам этого парня по праву можно назвать везунчиком 80 левела буквально еще один сантиметр и пиши пропало никогда не забывайте надевать защитные очки при работе с шлифом машины впечатляет такое чувство что этот парень каждый день попадает в такие ситуации ни один мускул не дрогнул на его лице и он преспокойно продолжил общаться по телефону это был звонок от его ангела телохранителя похоже это знак что брачный союз обладателя этого кольца очень крепкий автор этого фото рассказал что перед тем как вставить карту всегда щупает карта приемник как видите не зря ведь это помогло ему избежать кражи денег чуть не наступил хорошо что вовремя заметил а тут без комментариев просто знайте что за бордюром слева тихий океан на этом все ну а в коменты напишите что было вашим самым большим везением в жизни а также если вам было интересно со всей силы ставьте лайк подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик чтобы не пропустить новое ядерное видео уже завтра спасибо вам за просмотр а также заоценивайте предыдущие выпуски